Всем привет дорогие друзья, сегодня мы продолжим нашу серию выпусков посвященные лору в линейдж, и сегодня мы вам расскажем про создание рас. Ну что ж, поехали! Инхазад была богиней созидания и создавала формы при помощи своего собственного духа. Ее дети использовали свои силы для создания жизни из этих форм. Шилен вселил дух воды в первую форму, что была создана, так появилась раса эльфов. Пагрио вселил дух огня в вторую форму, так появилась раса орков. Мафор вселил дух земли в третью форму, так появилась раса гномов. Сея вселил дух ветра в четвертую форму, так появилась раса артеас. Гренкаин был богом разрушения, и когда он увидел достижение Инхазад, в нем взыграло любопытство. Смешанное завистью. Он повторил то, что делал Инхазад, и создал свою форму по своему разумению. Затем он обратился к Шилен, их старшей дочери, с просьбой вселить дух в его форму. Та была очень удивлена и спросила его. Отец, почему ты хочешь сделать это? Инхазад, моя мать, отвечает за созидание. Ты же бог разрушения, и любое существо, которому ты дашь жизнь, будет приносить лишнее счастье себе и другим. Но Гренкаин не сдавался, и после долгих уговоров он все-таки добился согласия Шилен. Я сделаю это! Но я уже отдала мать тебе дух воды. Все, что я могу дать тебе, лишь остатки. Шилен отдала отцу дух гнилой воды, который Гренкаин с радостью принял. Однако Гренкаин посчитал, что одного духа для его создания будет недостаточно, и он отправился к Пагрю, своему старшему сыну. Как и Шилен, Пагрю предстерег отца, но отказать он ему был не в силах, и дал дух гаснущего огня. Гренкаин с радостью принял и его. Мафор слезно молял отца отказаться от его затеи, но в итоге все же отдала ему дух бедной и грязной земле. Сея, в свою очередь, дал отцу дух неуправляемого ветра. Удовлетворенный, Гренкаин собрал все, что получал от детей, и вскричал. Посмотрите на существ, созданных мною! Взгляните на тех, кто рожден духами воды, огня, земли и ветра! Они будут сильнее и мудрее гигантов! Они будут править миром! Гренкаин ощутил великую гордость и подскричал об этом на весь мир. Он вселил духа в свои создания. Однако, результат был ужасен. Эти существа были слабыми, хитрыми и трусливыми. Все боги с презрением отвергли создание Гренкаина. Сам же он с позором был вынужден прятаться некоторое время. Своё творение он оставил, а создания эти были людьми. Роса эльфов была мудрой и восприимчивой к магии. Но эльфы не были столь же мудры, сколько гиганты. Поэтому эльфы вынуждены были служить гигантам в политике магической деятельности. Роса орков была сильной. Они обладали нестащимой силой и огромной силой воли. Конечно же, они не были столь сильны, как гиганты. Поэтому орки для гигантов играли роль пушечного мяса в различных войнах. Роса дварфов была очень умелой во всем, что касалось инженерии, математики и мастерства в различных технических дисциплинах. Они служили гигантам в качестве банковских служащих и рабочих на производстве. Крылатая раса Артея – свободолюбивые и любопытные создания. Гиганты хотели поработить и этих созданий. Мешало лишь одно. Однажды пойманный и посаженный клетку Артей быстро терял жизненную силу и умирал. Гигантам не осталось ничего, кроме как позволить Артеям не дальше оставаться свободными. Артеи часто посещали город гигантов и приносили им новости из других частей света. Люди же были бесполезны и стали рабами гигантов. Выполняли они самую черную и грязную работу. Их жизнь была не лучше, чем у животных. На этом вторая глава подходит к концу. Если у вас есть предложения по улучшению качества этих роликов, обязательно оставляйте свои комментарии. Также подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С вами был Вайт. Пока-пока!